Друзья мои, всем привет! Всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на Читу Быковых. Да, ну по большей степени сегодня у нас будет обзор на Женю. Да, на Женю Быкова. В общем, честно, вчера я придя с работы ухайдукалась так, что не могла сказать и Агу. Правда, потом поехала еще с работы с мужем на озеро насладиться хорошей погодой, а приехав домой, обнаружила, что Оля и Женя одновременно ведут стримы. Да, сидят и стримят. Выбрала я в пользу Оли, так что, как говорится, с Лёлей причитается. Ну и, знаете, сделала обзор на Лёлю. Видимо, Женя бы обиделся на меня, пришел на мой канал и решил мне оставить, так скажем, письмо, послание. Нет, нелюбовное, нелюбовное обычное, под видео. Причем, знаете, не под последним видео, которое я на тот момент выложила, но там уже шли активные обсуждения, а под предпоследним видео, которое называлось «Зачем Женя Б. подставляет Лёлю?» Женя мне написал «У вас все?» На что я ему ответила «Даже не мечтайте». Ну и к нашей ветке присоединились другие зрители. В итоге Женя пообещал нам всем амнистию, да, друзья мои, амнистию, поскольку нас всех заблочил, зачем-то у себя на канале ссылаясь на то, что мы якобы кого-то там оскорбляли. Но это полное вранье, я не раз говорила, что Женя врет действительно. Ни одного моего оскорбления нет ни в его сторону, ни в сторону его жены Лёли. А если я делаю обзоры их видео, и они видят в этом какую-то грязь или ещё что-то плохое, значит, они в этой грязи и живут, поскольку обозреваю я только то, что есть в видео, то, что вижу, не более того. И вот пообещав мне амнистию моим зрителям, Женя даже представить себе не мог, что все мы откажемся от неё. Он нам всем написал «Разблокировал, разблокировал, разблокировал», а мы в ответ все написали «Спасибо, не надо, мы не нуждаемся, раз вы так ничего и не поняли». И вот Женя, создав ветку в 50 комментариев, обиделся на нас, что мы не оценили его добрых намерений, топнул своей ножкой и ушёл. Ну и, конечно же, как те, кто не отвечает за свои слова, Женя удалил всю свою ветку. Жень, так даже девочки вроде меня никогда не поступают, те, кто, как говорится, отвечают за свой базар. Но Женя удалил. Я, кстати, была уверена, знала на все 100%, что он именно удалит свою ветку. Вот не зря я говорю, что вижу Женю насквозь, да. Наверное, поэтому он нас и заблочил. Женя-нарцисс, ему на канале нужны люди, либо которые будут его восхвалять и восхищаться им, да, либо те, кто будут его финансово поддерживать. Ничего, друзья мои, никого вам не напоминает. Мне, если честно, его поведение очень напоминает поведение Люли. Ну а что удивляться, столько лет Женя с Люлей сидели бок о бок, соображая, вынашивая планы на Ютубе, как лучше раскрутить сердобольных зрителей на денежки. И уверена, Женя там принимал очень и очень активное участие. Явно наш Женя не был пятым колесом в телеге. Вот как ловко начал, якобы с благотворительности, собрал пару копеек, как говорится, на благое дело. А сейчас, что делает? Сидит и принимает денежки с женщин, с глупых женщин, которые его жалеют. И шлют ему свои кровно заработанные копеечки. А он денежки принимает, женщин этих жизней получает и сказочки им рассказывает. Правильно. Зачем ему думающие люди, типа меня и тех, кого он заблочил, моих зрителей? Мы же будем вопросы неудобные задавать, воду баламутить. А так он их словно просто с гипнозом взял, как и Лёлька своих зрителей. А многие, кстати, из этих женщин еще несколько недель тому назад написывали, откуда вообще такие дураки берутся, которые вот этой беременной Лёльке донатят по полной программе. А сами теперь сидят и донатят просто здоровенному дядьке, трудню, который не работает и работать вообще не собирается. Ну и кто после этого эти женщины? Если они возмущаются, как так беременные собирать? Ну а мужику здоровому лбу собирать в самый раз, по их мнению, да. Нет слов, как говорится, мои хорошие одни буквы. Я лично вижу, знаете, какую картину? Картину маслом, да. Чита Быковых прекрасно разводят зрителей на бабки. Причем оба здоровые лбы, руки, ноги есть, все у них прекрасно. В общем, Лёля получает вообще восхитительную зарплату на Ютубе, но нет. При всем при этом еще и просит постоянно. И сейчас вот эту эстафету у поберушки Лёли перенял ее муж Женя Б. Он тоже мечтает быть поберушкой, он уже в начале пути, в общем, все у него хорошо, все у него получается. Женька молодец, учишься ты быстро, жаль, что не тому, чему надо, да. Причем Лёля вчера озвучила на стриме, я уже об этом вчера говорила, добьем детей до 20. Ну не пугайтесь, нет, не в прямом смысле, она имеет в виду, что рожать будем до 20 детей. А Женька, отвечая на вопросы, мол, хотите ли вы еще детей от своей жены, говорит, да. Если бы еще были дети от Оли, я был бы только счастлив. Ясен пень. Если, Жень, твоих детей содержат чужие люди, то все супер и все прекрасно. Я бы посмотрела, насколько бы ты был счастлив, если бы, знаешь, ты содержал детей не на свои, вернее, содержал бы детей на свои кровно заработанные деньги. Вот тогда мы бы посмотрели, насколько ты действительно счастлив и сколько бы ты тогда заимел детей, если бы ты за них сам платил. Но Жене это не грозит, потому как он даже не работает. Жалуется Женя, жалобит своих зрительниц, говорит, так тяжело, не успеваю ничего. Надо и по дому все сделать, и приготовить, и убрать, и постирать, и все на свете детьми заниматься. Словно у него, да, в общем, семеро по лавкам и все маленькие, года по два. И блогерством, говорит, надо заниматься. Алло, Жень, ты ж только вчера нам рассказывала сказки, что ты себя к блогерам вообще не относишь. И еще, говорит, надо на работу выходить. В общем, опять 25. То есть, с декабря наш мальчик Женя все выходит на работу и выходит, выходит и выходит. Все никак бедный выйти на ту работу не может, да. Ну, в общем, поплакался он по полной программе. А теперь про поддержку говорит, да. В общем, была, жил он с Лёлей, была у него поддержка от жены, но ему чего-то не хватало, чего-то ему было мало. Сейчас ему нужна просто поддержка зрителя. Он говорит, нет, так нужны ваши хорошие комментарии. Кстати, наш Женя якобы такой, вы знаете, тактичный, но он же себя всегда ставит. Вот, говорит, вы некрасиво говорите, вы называете Лёлю, Олю, Лёли. И что, Женя, ты как с луны свалился. Это производная, уменьшительно ласкательная от Оли, Лёля. Да, так еще называют и еще, и, как говорится, другие имена. Но при всем при этом он так ратует, да, за то, что надо Оли называть Лёлей. Для него почему-то, вернее, нет, наоборот, я уже запуталась. Он ратует за то, чтобы Олю называли именно Олей. Ему не нравится Лёля и почему-то ему кажется, что Лёля – это нечто такое оскорбительное. Жень, вообще, открой Википедию, прочитай и посмотри, что это такое, что это за зверь. Но при всем при этом наш Женя, который пытается себя, знаете, выставить таким тактичным мужчиной. Вы знаете, когда прочитал он комментарии блогера ваша Яна, да, Яны, сказал, да, где-то я эту вашу физиономию видел. Жень, физиономия вообще-то у тебя в таком случае. Ну и у твоей жены, а у этой девушки прекрасная внешность, да, ну вообще некрасиво мужчине опускаться, начнем с того, до оскорбления женщины. Вообще это просто ужас. Тем более, если тут сидишь, топишь за какую-то тактичность и за какое-то уважение. Получается, у Жени, как всегда, свои двойные стандарты, так же, как у Лёли, обратите внимание. То есть его жену надо уважать и называть Олей Лёлей категорически нельзя. А вот другую женщину почему-то можно сказать, что у нее не лицо, а физиономия. Что к чему? Вообще непонятно, как говорится, что к чему, печенье к лыжам. Бедный, бедный, да, в общем, сетует он за то, чтобы называли ее только Олей. В общем, да, сидел всех, благодарил Женечка за денежки, просил слезно, чтобы Лёлю не называли даже, в общем, Лёлей, да. Ну, Женя, в моем случае даже не мечтай, Лёля, как говорится, и в Африке будет Лёлей. Женечка настолько наш занят, что исследует статистику Ютуб-канала. Говорит, да, в основном меня смотрят женщины. Да, конечно, понятно, что в основном тебя смотрят женщины. Говорит, эти женщины, видно, тоже не работают, решил, значит, причем этих женщин даже обосрал. Жень, да ладно, женщины не работают. У женщин, как правило, есть мужья, есть мужчины с большой буквы, которые работают. А ты-то чего сидишь и побираешься? Вот нисколько тебе не стыдно, неужели? Ну, нет, друзья мои, конечно же, ему не стыдно. Было бы стыдно, он бы не снимал, не сидел бы тут, знаете, часами, выставляя свою семью на показ, не рассказывал бы ни о чем, а работал бы, как все настоящие мужчины. Причем, друзья мои, про внешний вид Жени я, честно, промолчать вообще не могу. Сидела в майке. Наверное, я так предполагаю, другой одежды не нашлось у верующего Евгения. Жень, ты в следующий раз вообще выходи с голым торсом. Ты знаешь, отбоя, от баб не будет. Я просто вот тебе гарантию даю, все выйдут на тебя посмотреть, какой ты все-таки самец, как говорится. В общем, да, друзья мои, как бы я ни относилась к Лёле, но чем больше я смотрю и слушаю Женю, тем больше я понимаю, чего эта Лёля его, как говорится, дала ему пинка под зад и выставила его просто в двери. Ну, а Женя будет, знаете, сидеть, разговоры свои разговаривать. К сожалению, больше он ни на что не способен. Ну и еще, конечно же, делать детей, да, если будет кому. Поэтому Женя не понимает одного, что рано или поздно интерес на Ютубе к его персоне действительно закончится. Закончится, Жень, поверь мне. Ты сам по себе очень интересный человек, очень интересный. Ты действительно не блогер вообще от слова совсем. И интерес к тебе закончится, как только у Лёли начнется что-то интересное, она тебя загасит просто на раз-два, как говорится. И Жене придется куда-то бежать, себя каким-то образом содержать. Но, друзья мои, я так предполагаю, об этом он сейчас не думает. Он, знаете, как Скарли Тахара известнейшая, да, об этом подумает завтра. Да, я об этом подумываю завтра, как она всегда говорила. Ее крылатая фраза, ее выражение стало крылатой фразой. Так она, Женя, об этом подумает завтра. Мои хорошие, а у меня на сегодня все. Всех целую, обнимаю. Всем желаю прекрасного дня, хорошего вечера. Берегите себя, своих родных и близких. Здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Ну и, конечно же, всем тем, кто подписывается на мой канал, всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет комментарии, всем огромное спасибо. Всех целую, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok